Бонжу шерзами! Сегодня разбираем с вами диалог из урока, новый 129 урок, диалог 3. Давайте сначала послушаем запись ученика полностью, и далее я уже буду делать свои комментарии. Вы, конечно же, можете останавливать эту запись, как всегда мы делаем с вами, делать свои пометки, потому что нам нужно с вами развивать также и слух, то есть чтобы мы определяли, хорошо человек говорит, не очень, в чем проблема? Не потому что мы хотим критиковать, а потому что это наша компетенция. Если мы можем такую оценку дать с какими-то условными четкими критериями, что, например, не хватает тонуса, недостаточно открывает рот или какие-то фактические ошибки, если мы можем это выделить, значит мы можем, и работая с собой, это исправить, потому что, как я вам всегда говорю, онлайн-курсы мы всегда проводим односторонне, то есть я вас не вижу, я вас не слышу, но я пытаюсь в вас всегда взрастить вот эту возможность самостоятельно оценить себя. И сейчас как раз-таки благодаря этому аудио вы сможете, проанализировав вместе со мной его, выделить что-то и для себя. И давайте послушаем сначала, а потом будем вместе анализировать. Привет! Меня зовут Сара. И ты? Как ты называешь? Меня зовут Олег. Здравствуйте! Здравствуйте, Олег! Ты русский? Да, я русский. Я приехал из Красноярск. Это в Сибири. В Сибири? О, ла ла! Красноярск, где-то в Иркутске? Нет, это в 1000 километрах. Почему? Потому что Иркутск тоже в Сибири. Но я знаю, что русский большой. Очень хорошо. Я хочу сказать, как всегда я подчеркиваю, что читаете вы отлично. Многие из вас читают лучше, чем люди, которые давным-давно изучают язык. Наш курс 0+. Но моя задача здесь критиковать это раз. Во-вторых, замечать абсолютно всё, чтобы мы с вами были в состоянии всё это исправить и сделаться вообще классными и с приятным произношением. Потому что это, конечно же, наша цель. Всем нравится говорить хорошо. И поэтому будем обращать на все детали внимание. Вы исправляете то, что ближе вам, то, что вам важно. Но вообще всем нравится говорить с красивым акцентом. Давайте послушаем сначала. Алло, я мапель Сара. Да, смотрите. Салю, я мапель Сара. Немножко неестественно. Но, опять же, как? Замечательно читаете, но неестественно. То есть послушаешь, не скажешь, что сразу прям француженка, француженка. Салю, я мапель Сара. И поэтому упражнение, которое советую вам всегда выполнять, это абсолютно всегда понимать всё, что вы читаете или говорите. И когда вы это произносите, ваши губы, ваш речевой аппарат работают, максимально пытайтесь вот этому всему придать смысла. То есть вы не читаете только, вы ещё и смысл передаёте. То есть салю, здоровайтесь, я мапель Сара, меня зовут Сара. Поверьте, чтобы вот эта связь, она у вас строилась. Потому что очень часто люди говорят, что я вроде читаю, я не понял, что я прочёл. Нет, давайте с вами, мы никуда не торопимся, вы сами с собой работаете. И в этом есть прелесть онлайн-курса. То есть вы сам себе или сама себе задаёте ритм. И вот произнесите это, поздоровайтесь со мной, салю. Дальше скажите, как вас зовут? Потому что я вам вроде говорю «тянуть» или ещё что-то, но вы прямо на этом так концентрируетесь, что потом вот это вот упражнение становится самоценно по себе, а смысл уходит. Салю, я мапель Сара. Валя. Это первое, что я хотела сказать. Давайте ещё послушаем. Салю, я мапель Сара. Да, я мапель Сара. И вот тут опять то, что тянем, помешало нам произнести очень чётко конец вот этих вот небольших речевых групп. Я мапель Эль была нечётко, потому что мы уже настроились дальше тянуть. И когда мы тянем, нужно понимать, что мы тянем, вытягиваем слог сам по себе, но салю, я мапель Сара. Каждый слог, он остаётся качественным. То есть, я мапель, я не сразу съезжаю на Сара, и поэтому Эль страдает. Я мапель, я заканчиваю Эль, и дальше чётко и красиво произношу Сара. И когда я говорю чётко, это не значит резко, Сара. Это значит Сара. Это значит А открытый. С чётко, не шипящий, не свистящий. Это у нас у всех проблемы. Это моя одна из самых больших проблем. Поэтому торопиться тем более не надо. Нужно затормозить немножко. И когда вы думаете, не надо делать вот прям таких вот огромных резких пауз, просто лёгко. Салю, я мапель Сара. Даже если вы думаете, чтобы это не было прям салю, я мапель Сара, как будто вы в стену врезаетесь. Видите, одна небольшая строчка, а столько всего мы можем по этому поводу сказать. Давайте дальше. И тут услышали? Давайте ещё раз послушаем вот эту фразу. Что услышали? Ты была не очень Вот так скажем. Неплохая. Но, чтобы её сделать ещё больше, надо вам вытянуть губки, а потом вытягивать вперёд их. Только медленно, чтобы не было резкого перехода, потому что ваше тело, ваш речевой аппарат должен почувствовать, как вообще там всё у нас во рту. И давайте я сейчас рассказала вам про это и услышьте. Знаете, мы должны чувствовать, что у нас во рту происходит. И что происходит во рту у другого человека, раз мы такие с вами все анализируем здесь. Поэтому вы берёте и прислушиваетесь. И вы должны сейчас почувствовать, что у человека язык не касается внизу, вот он лежит, язык на дне рта, я называю это дно рта. Красота какая, я люблю термины. Такие прям изящные. Это сарказм, если что. И вот, в общем, он лежит на дне языка, на дне рта, простите, и язык касается зубов снизу. И если вдруг он не будет касаться снизу, то у вас уже будет больше, вот этот звук похож на У. И можете это потренировать, то есть чтобы вы почувствовали, что от изменения дистанции языка от зубов снизу меняется качество звука. И этот звук чем ближе к, вот, притык к зубам, тем больше похож на У. Тем дальше, тем на У. И смотрите. СА-ЛУ-У. Он не касается у меня на У. СА-ЛУ-У-У-СА-ЛУ. А если я вдруг опущу и прикоснусь, СА-ЛЮ-У-У-У-У-У-У. А теперь что я делаю? Язык лежит на дне, и я его туда-сюда. У-У-У-У-У-У. И у вас часто получается, что он вроде бы уже отсюда ушел чуть-чуть вперед, но он не до конца дошел. И это вроде бы и У, но не совсем У. СА-ЛЮ-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У- И у неё есть своя форма, своя какая-то динамика. Её никак нельзя пропустить. Этого вообще не было слышно. Давайте дальше. Вот, и то есть услышали, что она ушла. Пишите мне комментарий, слышите вообще меня или нет, а то я вам рассказываю, скажите, Юль, что-то ты такое говоришь, а мы вообще тебя не понимаем. Я тогда буду искать другой вариант объяснения. Мне это важно. Давайте дальше. Я м'appelle Олег, я м'appelle, пэль, 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 пэль. Знаете, вот такое вот пэ, тоже оно не тонусное. Пэль, 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 пэль. Видите, пэль, пэль. Пэль, кстати, лопата на французском, очень полезная информация, но ладно. Вот, пэль, пэль, более тонусные губы. Вообще французский тонусный. И то есть, если мы говорим уже звук согласный любой, пэль, пэль, попробуйте губы напрячь. Не пэль, 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 вот такие вот они все расслабленные, апэль, я м'апэль. Да, дальше. А шанты, Олег? Это было а шанты, а нужно а шанты. Чтобы сказать, чтобы произнести на совой а, нам нужно, вот у нас опять с вами язык наш, да? Вот это корень языковой, здесь у нас зубки. И мы должны вот тут опустить а, а. Можете вот так себе нажать сюда и пытаться языком надавить на пальчик. А, 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 вы чуть-чуть видите. А, а, ветер у меня туда ходит. И получается а, шанты. Причем этот звук не должен быть в нос, он не должен быть гнусавым. Вы прям выдыхаете, знаете, вы выдыхаете, идет поток воздуха, и вы а-а-а-а, а-а-а. Я так в институте училась, у меня носовые вообще не получались, месяцев, наверное, восемь первого курса. И я жила в общежитии, и все мои соседки меня ненавидели. Потому что вот такие звуки из моей комнаты, и не то, что из моей комнаты, со мной две девчонки жили. Вот, но вы, вам все равно должно быть. Ваш французский язык должен быть parfait, и поэтому вы к этому стремитесь. Так что открываем рот, дышим и выдыхаем. А, 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 окей? Voilà. И все равно кто что думает, зато вы будете говорить на просто великолепнейшем французском. И бьем, дальше слушаем. Давайте еще раз послушаем, что там не было носового. А, 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 а. И н не произносится. Если вдруг н появляется, это значит, что вы язык к нему бы подняли вверх. Ан, н, чтобы не появилось. Ни в коем случае этого не делать. Смотрите. Ан, ан, ан. Видите, там вообще много места у меня. Такое вот прям даже очень много пространства, большой звук получается. Места ему много. Послушаем. А, шанте? А, шанте? А, шанте? Так, давайте сначала. Je m'appelle Oleg. Ан, шанте? Да, и, кстати, Олег я тут не Олег, Олег, а это же Олег. Во французском языке мы не оглушаем конечные, поэтому Олеги. Je m'appelle Олеги. И вытягиваем. Именно, не важно, что вы, вот имя у вас российское, да, русское или какое-то ещё. Ну, если это китайское, не значит, что они вдруг не китайские перейдут. Конечно, можно. Мне кажется, кстати, страшно, не страшно, ладно, мне смешно иногда, когда, например, там, не знаю, какое-то имя или название чего-то. Ну, может, не специально так люди делают, но им иногда смешно, вот, то есть они говорят, например, я был там в Нью-Йорк, да, сейчас даже не получается. Но когда русский и далее сразу идёт иностранный, они пытаются вот это иностранное слово произнести на вот таком, на манер какой-то, да, это почему-то с английским всегда встречается. Иногда, конечно, специально, чтобы, вот, например, ой, я тут была в Пари, или где-то там и гуляла по Champs-Elysées, вот, но это странно звучит. Ну, в общем, я, наверное, мне кажется, сейчас я вам рассказываю, я тоже так делаю. Но это не важно сейчас. Важно то, что вообще будет нормально звучать, если вы будете говорить на языке каком-то, и вот у него есть свои фонетические правила, фонетические тенденции. И вы, не важно, какие слова, откуда вы берёте, имена это будьте произносить согласно этим тенденциям. И причём эти тенденции же, ну, вот, я слышу некоторые, вот, имена, они до такой степени разные. Например, даже «юго», это «гюго» в русском, это же не значит, ну, это французское, конечно, имя, но не все знают, да, правильно, что вот прям расскажешь, что «гюго», и прям не каждый скажет, что это французский писатель и так далее. Вот, это не значит, что нужно потом говорить именно с «гюго», потому что по-русски вы так привыкли. И российские тоже, имена даже российские, ну, вот, например, «жимапель Юля», это странно звучит, правильно? Ну, то есть, и точно так же «Олег» странно звучит, нужно сказать «Олеге», «Юля» или «Жюли», чтобы человек вообще понял. Потому что, когда совсем такая большая разница, странно немножко звучит, и могут даже не уловить, как вас зовут, а так им будет легче повторить, что с тонусом, что вытягивать, что точно на конце «к», а не «г», или наоборот, да, вот, то есть. Дальше слушаем. Это то же самое, то есть, если бы там поработали, здесь уже не было бы ошибки, так что не останавливаясь тут. Не хватило тонуса, «уи», 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 как будто губа не участвует, а тут «уи», 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 более чётко. И тут «вьян», «в», губа и зубы, «же вьян де Красноярск», и «красноярск» вообще что-то было трудно произнести, мне кажется. Видите, там что-то в конце было нечётко. Мой вам совет всегда, если что-то сложно, если что-то трудно, мы от этих проблем не убегаем. Мы над ними работаем, чтобы потом нам было легче всего с этим работать. Как это у нас происходит? Это вы берёте пробку, это вы берёте карандаш, я вам упражнение эти показывала. И вот это произносите сложное слово, сложное сочетание, сложная комбинация нескольких слов. Повторяем по слогам. «Красноярск», «же вьян де Красноярск», и много-много с карандашом, с пробкой, просто на скорость. И потом уже не будет такого, что вам что-то трудно произнести. Ни разу не было такого у меня, что 10 раз человек сделал упражнение, потом всё ещё не может произнести. Всегда работало. Если вдруг вы 10 раз поработали, произнесли, старались, а всё равно не получается, обязательно напиши мне. Напишите мне, потому что я вот скажу. А нет, бывают такие ситуации, человек работает-работает над фонетикой, повторяет, с пробкой упражнение делает, у него всё равно не получается. Вот, пишите. Сибири, опять, ансибири, знаете, вот тоже так же с и. Вот у нас было с и, не до конца язык подтянули, тут тоже сибири, тоже на и немножко похоже. Подтяните язык вперёд. Сибири, сибири, вынести этот звук вперёд. Жовен де Сибири, не Сибири, а Сибири. Да, нужно напрягаться, это французский, поэтому он всем нравится. Ансибири, о-ля-ля, Красноярск, это Редоркутск. И тут я вообще не расслышала вот этого предлога «пре», «красноярск» и «пре-диркутск», чётче, пожалуйста, сделайте чёткость, «красноярск» и «пре-диркутск». Но, сэта миль километра, сэта миль километра. Мне не хватило вот этой вот, как я говорю вам, амплитуды, что вверх-вниз, вверх-вниз, что слоги, открывается рот, закрывается рот. Тут всё так гладенько получилось. Вот как первая моя была ремарка о том, что вот всё вытягиваете, я вам, наверное, так много в предыдущей уроке говорила, что надо вытягивать, что теперь вытягивание наше всё. Теперь, пожалуйста, вытягивание не должно нам ничего портить. Вот так я сформулирую. И чего-то там. Сейчас послушаю, что там было написано. «Парск-Иркутск» и «пре-диркутск» и «пре-диркутск». «Этон Сибири» там должно было быть. Сейчас текст посмотрела. «Парск-Иркутск» и «этон Сибири». «Этон Сибири». Вот и тут проблема. Если бы и улучшить, и улучшить гласные вот эти вот. Добавить немножко вот этой разницы закрытый, открытый звук рот. Округлённые губы, неокруглённый язык в правильной позиции. Было бы идеально. потому что интонация уже хорошая, отлично. Слушаем дальше. И вот тут уже, наверное, устали, я понимаю. Вот иногда, знаете, начало хорошее, а конец уже уходит, потому что вы перетрудились, потому что вы хорошо работаете, и это хорошо. Ну, в общем, здесь уже начались ошибки фактические, и там «мэ, жэ, сэ, киркутск», пардон, «мэ, жэ, сэ, кэ, ла, русси», и вместо «русси» было произнесено «русс», и «сэ» тоже было не очень чётко. Давайте переслушаем, но тут уже фактические ошибки, а не фактические, скорее. «Мэ, жэ, сэ, кэ, ла, руссэ, гранд, витрэ». «Мэ, жэ, сэ, кэ, ла, руссэ, гранд». И тут с интонацией она немножко была неестественной, но и фактической, да. Гранд. «Мэ, жэ, сэ, кэ, ла, руссэ, гранд». Voilà. Исправляйте, читайте за новую, присылайте свои записи. До скорого.